Привет, друзья! Сегодня поговорим о подсветке для бассейнов, прудов, фонтанов на светодиодной ленте. Я скажу про свои идеи, вы в комментариях напишите свои идеи. Все люди врачи, информацией надо делиться. Так, почему пришел снять это видео? Слишком часто не стали приходить люди, которые уже научены горьким опытом, сами пытались ставить какую-то подсветку себе на ленте. Лента у них разбухает, им советовали какие-то специалисты супер, с рекламных агентств, продавцы какие-то неадекватные. У них читается, что лента в силиконе идет, значит ее можно ставить в любую воду. Ну что же, вот такую ленту никто не будет, наверное, ставить в воду, ума хватит у всех. Ставят обычно вот эту, в силиконе. На все вопросы, а что же ее поставили? Ну она же в силиконе, она не должна воду пропускать. То есть люди вообще не смотрят, какой IP у нее, класс защиты. Ты смотришь на некоторые китайские лоты по продаже такой ленты и видишь, что нерадивые китайцы пишут там такой же класс защиты IP68, что является неправдой. Такая лента через 2-3 дня, если и продержится, конечно, сразу перестанет гореть в воде. Единственным вроде бы вариантом является лента в таком, типа шланг, пишут IP68. Да, действительно она будет в воде служить. Но вот эти вот концы, засиликоненные, в 60% подводят, и туда попадает вода. Тем более, если у вас больше, чем 5 метров, и вам надо соединить 2 ленты, это уже будет тоже проблема. Тоже надо силикон, он может где-то лопнуть, протереться или недосиликониться. Опять же, попадет вода. Так, какие мои идеи по этому поводу будут? Значит, я думаю, что можно взять обычную ленту без силикона и поставить ее в прозрачный силиконовый шланг. Как это все будет выглядеть, как что крепить, я вам сейчас расскажу. Первым делом нам нужно знать точный метраж нашей светодиодной ленты. Для этого нам надо измерить свою емкость, где мы будем делать подсветку, бассейн, пруд. Если у вас большой бассейн, да, будут, конечно, трудности, потому что вы не можете, скажем, у нас выйдет там 30-40 метров ленты, подсоединить ее одним куском, потому что будут перегреваться дорожки. Всю информацию, кто не знает, можно поискать в интернете. Вот, к примеру, первый попавшийся сайт. Ссылку дам ниже, кому интересно. Здесь есть все про подключение ленты. Вот основной вопрос, что... То есть дорожки медные, которые только проводящие на этой ленте, не могут пропустить в себя ток больше, чем на который они рассчитаны. Ну, простыми словами, 10 метров ленты, любой, даже сверхмощный, можно подключить. Больше уже, конечно, опасно, потому что будет подгорать начало. Если у вас, скажем, 20 метров, можно сделать подключение вот такого типа с двух сторон. Подключиться сюда. Одно плечо пойдет в одну сторону, другое в другую. И вот таким способом у вас получится 20 метров, 20 метров, 20 метров. Опять же, все рассчитывать, пересчитывать. Если у вас простая лента, сверхмощная или RGB, убедитесь в том, что хватит запаса по току, чтобы не перегорели дорожки. После того, как мы узнали свой размер, у меня, скажем, сейчас просто вышло 6 метров, мы должны спаять ленту в единое целое. Так, берем наш шланг. Отрезанные сколько нам надо расстояния. Берем ниточку с каким-то там грузиком. Выставляем. Берем пылесос. Все того, как мы пропустили ниточку, теперь надо затянуть ленту. Берем тройник для шланга. Одеваем шланг. Провод выходит с центральной. А конец шланга с лентой придет обратно. У нас будет кольцо с выходом на подключение. Ну, то есть принцип вам понятный. У нас полностью герметичная система получается. Кольцо замкнута и выход подключения идет, грубо говоря, до самой распаечной коробки. Тоже герметичную какую-то подбираем под размер своего трансформатора. Ну и дальше зависит от длины. То есть, если у вас длинная система, таких коробок может быть несколько в разных частях выходить. Как крепить это дело? Ну, наверное, только вот на... Или на такие клипсы. Или, скорее всего, лучше всего на это, на силикон. Осушаем чуть-чуть наш пруд или бассейн и клеим на силикон. Дальше укладываем шланг. Если при проектировании бассейна заранее продумать эту систему, можно заложить сразу какой-то кабель-канал, который по размеру подойдет, ну, чуть меньше в данном случае. Там слой клея, да, сама плитка, как раз по толщине он не будет отличаться от стен бассейна. Ну, вот и все. Пишите комментарии с вашими идеями. По данному вопросу. Всем пока.